привет друзья представляю вам завершение истории все баллендами талант у нас 912 но клинок стоит от 910 я просто его перекинул потому что шпенек другого цвета вот у меня уже была история с этими слендами и это заключительный в сети так скажем предлагаю вам пройтись по нему мне даже удалось грани сделать в этот раз темлячную трубку я не стал ставить потому что у меня светлый шпень она синяя немножко неровно клин встал но я не стал его подгонять потому что механика получилось просто суперская он на шайбах сейчас был на подшипниках вот и определил я ему вот такой вот чехольчик так значит весил он 138 грамм сейчас он весит 104 грамма стал более цеплёчий текстурку сейчас покажу хороший качественный мне g10 остался остатки у меня вот я его сделал такой веселенький летний зелененький green apple зеленое яблоко накладочку вот ну и давайте собственно я покажу предыдущие варианты кстати черный вариант с джинсовыми картой он у нас весит 110 грамм тоже опять же чуть цеплючий и ну весить почему-то больше и давайте вот еще черный у меня mini seba 811 ну и давайте последний с чего собственно и началось вот собственно от него клин 912 у нее синий шпенек я не стал пытаться раскрутить его потому что боюсь поцарапать у этого темлячная трубка поэтому я его просто перекину клинки и все ну вот давайте влезет чик 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 вот набор неделька теперь у нас разноцветный вот надеюсь было интересно если кто хочет заняться творчеством то самое оптимальное это 811 потому что на шайбах уже и буквально только надо плашку сделать она достаточно простая сверлим через железную то есть прикладываем фиксируем на g10 железную плашку через нее сверлим и все тут все очень просто и все отлично будет вот полноценный это у нас 900 серия тоже прекрасная механика но здесь кстати у меня клин стал по центру надо еще заморочиться выровнять зелененький пока мне очень нравится механика на мягенькая то что надо вот такой но если вам нужен просто рабочий нож повторяюсь то лучше берите 910 вот g10 и с лайнером у него механика помягче потому что он на подшипниках и он более ухватистый не надо заморачиваться с этим с кастомизацией делать плашку на собственно я еще тут этих всех наложу который у меня есть значит у меня есть от кабанов еще несколько тоже синенькая то у нас миллиметровая в они установлены кстати у него сломался фрейм и хорош человек не восстановил это прям особая вещица потом у нас есть золото-карбон как я люблю блестяще красиво дорого-богато пересведенный по паши яковлевым тоже от кабанов толстенно сойдем был паши мне его в 03 пересвел прям мега резак стал так это 25 честно говоря 21 лучше ну и собственно 21 с которой все начиналось тоже от кабанов качество честно говоря у кабанов не очень он люфтует так я и не смог с ним его побороть вот нормально давно уже его не трогал поэтому механика ну собственно смазку надо добавить ну в общем вот так и давайте собственно я его тогда сравним с лэндом вот этот наверно полноразмерно этот лэнд он чуть чуть поменьше и он тоньше вот надеюсь было интересно у меня тут этих чехлов я нашил каждому каждую себе у меня в чехле лежит в таком китайская конечно так где тут у нас еще товарищ синенький синенькая здесь он мне интересен скорее тем что восстановленный то есть него уложил труда хорош человек он на этом интересе так фиолетовый получил мажорный такой так синенький у нас приятный ножчик тонкий для работы все-таки лучше же 10 брать если вы будете работать но для dc вообще классный плюс он яркий стал все такие прям сочные цвета хороший же действие качественная она такая сочная красиво там оранжевентиль принципе еще не хватает мини себе то есть мини лэнда 800 какого-нибудь я не помню какой номер со светлым клинком бену то есть не блэкошенный но я мелкие честно говоря не очень поэтому я это то купил случайно я думал что он большое на вторичке вы купил он мелкий ничего так но собственно наверное все больше показывать ничего давайте еще разок я пройдусь по нему так да давайте пройдемся еще еще разочек он стал тоненький он стал более цеплю но смысле он и был тоненький но он стал более цеплючий g10 отлично останавливает руку он стал приятнее в руке поярче полегче текстура красивая g10 такая приятненькая я не люблю полированный g10 он скользкий становится ну вот такой приятненький нож получился надеюсь было интересно каждый может сделать что-то подобное ничего сложного в принципе в этом нет а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok